здравствуйте друзья сегодня у нас 5 февраля суббота ну разумеется я не мог пройти так объемы такого события которое состоялось вчера я имею ввиду визит путина в пекин тем более что я его анонсировал я даже делал кое-какие прогнозы и по моему они с лихвой оправдались ну начнем по порядку я естественно промониторил российские сми прокремлевские я посмотрел китайские сми я посмотрел сми в юго-восточной азии гонконге в сингапуре но естественно американские и европейские и что я могу сказать значит мне это вообще все это действо вызвало ассоциацию вот приезжает мелкий московский князь вставку хана золотой орды с дарами большими дарами для того чтобы получить ярлык на княжество но если пользоваться более современными коннотациями то это похоже было на приезд мелкого шпаненка к авторитету с платой за крышу ну и наверное помните как это все было обставлено вообще-то был из так как это все выглядело это был не государственный визит остановился самолет подкатили трап выскочил оттуда маленький невзрачный человечек быстренько сбежал вниз юркнул машину и уехал вообще во время визитов такого уровня глав государств принимающийся сторона представитель принимающей стороны он выходит обычно на улицу встречает его у входа здесь товарищ си стоял твердо на своем месте ждал пока товарищ пройдет всю эту дорожку слава богу что пройдет потому что как пишут историки русские князья на животе должны были проползти вот через все это пространство шатра к ноге великого хана но тут наш наш пострел проделал этот путь ногами ручку ему не подали ну и вот все сфотографировались быстренько и приступили к переговорам обратите внимание с чего начал великий гений и стратег всего мира владимир путин свою презентацию он рассказал быстренько как как пышно развивается двусторонние отношения и сразу перешел к делу то есть к дани он привез дань он отчитался что мы слегка успешно выполняем все поставки которые раньше запланировали обещали и вам привезли новые поставки в размере 10 миллиардов кубических метров в год которые будут поддаваться поставляться из дальнего востока в китай я вам расскажу я так посмотрел на цифры поинтересовался залез в джей пи морган за четвертый квартал прошлого года чтобы понять что означает вот эти все поставки и эти все цифры и так россия путин продают китаю газ практически по бросовым ценам ниже цены на газ в мире нет это 140 долларов за тысячу кубометров это за прошлый четвертый квартал прошлого года в это время как вы помните цены на спотовых рынках европе зашкаливали за тысячу долларов 1200 сейчас они упали последний раз я смотрел где-то около 900 возьмем среднюю цифру вот тысячу долларов в это время пу поставлял си по 140 за тысячи кубометров причем в европе нужен был газ там немножко заинтересовался за истерили земля зима приближается но пу не мог поставить больше газа хотя это было выгодней всем раз дороже газ в европу нежели в китай но пу не мог ему надо было по контрактам поставлять си в общем то небогатая страна туркмения ну побогаче страна казахстан они продают газ туда же в китай по ценам на 25-30 процентов дороже причем газ из туркмении и казахстана в китай идет в менее густонаселенные в менее индустриальные районы чем тот газ который идет из россии то есть российский газ должен стоить дороже чем туркменский и из к казахстанский это гешефт вот это и есть дань вассала своему хозяину хану или великому императору потому что как пишут зарубежные источники китайцы берут этот газ российский тут же во время обеду рождественных недостатков которые нам сообщили о чем в этом году патрион野 с Slim добавляют увеличили его цену в полтора раза и тут же реэкспортируют в соседние страны юго-восточной азии то есть на каждой тысячи кубометров асиде если россия поставляет за 140 китай тут же переключает вентили или не знаю как это у них делается по другой трубе идет в нямну и там еще и вьетнам но уже не за 140 а за 210 то есть это живые деньги для китая это кэш там даже не надо добавлять ничего делать не надо добавлять никакую прибавочную стоимость его я посчитал значит сила сибири его мощность 38 миллиардов кубических тонн кубических метров в год то есть китайцы вот так вот три экспортом на этом делают 2 и 6 2 почти 2 и 7 десятых миллиарда в год теперь товарищ пуп пообещал товарищу си еще добавить 10 миллиардов в год что принесет китаю еще 700 то есть палец о палец не ударив экспортируя российский газ китайцы будут делать более 3 где-то 3 и и 6 3 и 7 десятых миллиардов в год самому дружественному государству российской федерации союзному государству как пишет джейпи морган джейпи морган беларуси россия продает дороже газ армении продает газ дороже на 25 или 27 процентов я не говорю уже о европе то есть путин распродает национальное богатство страны по бросовых ценам для крыши это плата за крышу большому могучему соседу ну причем дань в таких размерах она была недоступна даже для московских князей там ну что везли немножко меха еще какую-нибудь ерунду но в таких размерах в миллиардах им такое даже не снилось но это еще не все об этом практически не писали даже американские средства массовой информации я уже не говорю о российских товарищ пу привез товарищу си просто царский подарок кусочек российской территории он небольшой размером 4,7 квадратных километра но он важный потому что вот англичане они промониторили социальные сети китая в ходе визита путина в пекин и определили что вот эта передача вот этого небольшого кусочка это была самая животрепещущая тема в социальных сетях в китае это был взрыв хэштег россия возвращает китаю территории он набрал больше всего привлек больше всего внимание за этот день но там не было благодарности товарищу пу там сквозило ликование россия начала передавать отдавать территории которые по праву принадлежат китаю тоже вспомнили что значит с 1858 года по 1915 год с 858 по 1915 год воспользовавшись поражением китая в опиумных войнах россия оттяпала у китая полтора миллиона квадратных километров и китайцы об этом прекрасно помнят и вот этот подарок пу еще раз бередил эти раны социальных сетях сквозили вот такие месседжи что но там ладно это четыре семь десятых я жду возвращения владивостока благовещенства до тувы дошли то есть китайцы ждут и вот вот этот ход я не знаю чем 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 будет дальше расплачиваться потому что ну вы помните не 5 родной земли тут уже пошло пошла 5 но кстати были другие варианты вы знаете что пу передавал китаю уже в долгосрочную аренду на 50 лет для освоения участки очень большие участки земли 50 лет и считай навсегда китайцы оттуда уже не уйдут ну вот вам значит пу расплачивается си за крышу которую он ожидает он не договорился еще об этой крыше он только ожидает что ему предоставили товарищ си недрами россии по бросовым целым за бесплатно и территории россии то есть это с моей точки зрения величайшее падение российского государства которые я могу только вспомнить даже если исторически так брать он были поражения в россии были унижения крымская волна так и так далее но чтобы вот так вот втихаря продавать то что ну святое до земля трещать там на западе впереди европа перед американцами русском мире это вставание с колен и тут же распродавать вот это все русский мир отдавать китайцам и ползти практически на фигурально выражаясь к ним на брюхе вот так начался визит товарища пук товарища си они поговорили там было их шесть человек лаврова убрали в детскую комнату он там не нужен был это подтверждает мое предположение он говорил об этом что главную скрипку формирование внешней политики россии сейчас играет не мид российской федерации а юрий ушаков в администрации президента россии но юрий ушаков то есть у него так сказать он опытнейший дипломат но сфера его возможностей она очень ограничена потому что сверху его сидит товарищ пу и то что то есть пу скажет глупость не сказал товарищ значит юрий ушаков вынужден вот в этих рамках и плясать используя максимум свой интеллект для того чтобы ограничить глупости которые значит ему в качестве указаний дает путин а лавров но сейчас так на бэкграунде там вот кардебалете вместе с захаровой вот исполнять там типа чистушки превратив в мид российской федерации в такой балаган на сам в общем то превративший своего рода своего рода в дипломатическую петрушку я бы так назвал ту роль которую он сейчас играет что же получил путин за вот это за эти царские подарки из-за унижения своей страны до своего режима то есть он распластался перед великим императором кстати когда англичане мои мониторили вот эти социальные сети китайские в связи с возвращением этого участка земли там ярко как они писали англичане там ярко прозвучала и такая сексуальная тема что происходит своего рода брачная ночь между медовый месяц между пу или и си и при этом роли альфа самца несомненно играет си и что же товарищ пух получил в результате этого соития в чем сейчас состоит этот пусси пакт но вы наверное слышали вообще я обратил внимание вот в российских средствах массовой информации но сначала в самом оголтелом в тот же день там был выстрел сенсация невиданное заявление так далее давайте мы их разберем на части то что там было на самом деле потому что на следующий день это все быстренько было скомканно и даже из уст российских специалистов по китаю звучали какие-то такие ну даже застенчивые что ли смущенные комментарии вот один из самых хороших китаистов но которого используют к сожалению для него в пропагандистских мероприятиях он начать я вчера слушал долго распространялся на том как это важно что совместное заявление которое было подписано там много говорится о признании демократических ценностей но с национальной спецификой величайшее достижение большего достижения этот специалист это один из крупнейших в россии по китаю он ну просто не смог там увидеть и так чем когда я рассказывал что я ожидаю что произойдет там м говорил что главная задача пу это уговорить си в случае если на путина и на него надо путинскую россию обрушится вот эти санкции которые подготовлены в случае его вторжение в украину китай должен взять на себя финансовую и экономическую поддержку то есть они китай должен был как бы так смать амортизировать этот удар западных санкций не получил ни того ни другого 0 вообще вот в результате этих переговоров китай вообще не взял на себя никакие обязательства потому что декларация эта декларация это заявление так сказать о видении мира все китайцы молодцы они такие тонкие люди как я их всегда знал даже не поняли нутро я бы не сказал загадочную русскую душу а вот примитивную душу питерского гопника из подворотни ему же немного надо ему надо чтобы его похвалили и чтобы посадили рядом и сказали что он большой великий но вот все уделил этому три часа и подписали нету декларацию заявление и что в этом заявлении значит обратите внимание самое главное для путина что это безопасность это вот китай который должен поддержать финансово-экономически взять все время весь этот удар которая понесет россия от санкций на себя но этот вопрос находится аж там в конце вообще заявление состоит из четырех больших частей и вот этот о безопасности он там на третьем месте первое это разговор ни о чем разговор о демократии с национальным национальной особенностью национальным оттенком то есть путин когда-то помните говорил что сейчас после смерти ганди ему даже поговорить не с кем ну такой вселенского масштаба ум характер демиург мирового пространства но вы товарищи с ним обсудил и картина была такая современных условиях возникает новая архитектура мироздания и вот дружно взявшись за руки товарищ пусси товарищи пусси они идут вперед и будут руководить всем миром я себе представляю когда товарищ че об этом говорил на лице товарища пуп была блаженная улыбка глаза его сияли от счастья ему снизу ему представлялся бриллиантовый дым но это было все это были разговоры ни о чем второй пункт это была экономика то что важно для китая вот газеты в сингапуре гонконге освещая кстати очень мало было написано об этом визите на сайте китайского информационного агентства которые накануне опубликовала интервью этому агентству путина сначала шло сообщение о экономической части то есть о том сколько газа и нефти и дополнительно путин привез товарищу си а дальше там вот это все заявление нам было гораздо все ниже что важно китайцы знают это у нас как советском союзе помните было кто жил советском союзе кто стоит рядом когда приезжает большой человек с визитом накануне там первомайской демонстрации или ноябрьского 7 ноября он всегда его ставили на мавзолее рядом с руководителем партии правительства и это было очень важно сейчас значит пу во первых он совсем затерялся веры многие из вас видели эту картинку сидит он одинокий усталый никчемный и никому не нужны а ведь еще одна из целей его визита это было сфотографироваться в лучах юпитера вставали щаси наверняка он ожидал что его поставить на трибуну где сидел си цзинь пин при открытии олимпийских игр нет он где-то там был его место было там знаете как у нас говорят вот там ваше место тимой отвели это место ну так вот значит на втором месте в этом заявлении шла экономика которая важна для китая там говорилось прежде всего о активизации энергетических проектов товарищи говорит больше давай больше нефти давай больше газы нам это все нужно мы его просто передаем по перепродадим и и вложим деньги в свою экономику если тебе не жалко если тебя не контролирует стране то отдавай дальше посмотрел я в этой связи структуру торговли вообще странно по большому счету что путин надеялся что он договориться о каких-то серьезном противодействии американцами и так далее товар оборот между китаем и соединенными штатами составляет 756 миллиардов в год еще раз 756 в то время как с россией у китая то немножко разница есть российские представители говорят 110 китайские говорят 140 но все равно 140 и 756 почувствуйте разницу и в этих условиях идиоту должно быть понятно что никаких себя никаких обязательств путина поддержать его в случае американских и европейских санкций китай не может потому что если против них начнут водить учитывая 756 это товарооборот с американцами рухнет вся торговля китая экономика у них рухнет поэтому странно даже представить что путин вот ехал с такими надеждами и чем торгуют в две страны отец россия как сырьевой придаток причем отсталый серого сырьевой придаток поставляет нефть газ уголь пиломатериалы вот практически все сейчас еще есть надежда китай же сказал удвоить надо течение там следующих двух где-то полутора-двух лет удвоить второго товарооборот ну есть весь сумасшедшие планы амбициозные поставить несколько самолетов из россии туда удастся или нет это еще это еще это еще надо посмотреть а в основном придется увеличить нефть и газ и пиломатериалы будут пилить трубу то есть эту самую тайгу будут дырки сверлить дальше для нефти и газа все это пойдет в поднебесную а из китая как из развитой высокоразвитой по сравнению с россией страной идут обратно электроника машиностроение высокие технологии в тех рамках и объема которые не есть в китае вот она торговля между двумя странами то есть ясно кто есть кто и вот в основном насчет в этой третьей части шла речь о том чтобы давай больше нефти давай больше газа пили больше больше пили тайгу потому что китайцам нужна хорошая мебель из хорошей древесины а мы тебе поставим наши значит товары но российский рынок он никак для китая китае нужно экспорт он никак не заменит и не европейский рынок китаю не российский рынок россия упала еще в одном направлении значит вожделенная цель китай вообще его стратегическая цель вот вы знаете один пояс один путь вот эту теорию да и их концепцию она является как бы под пунктом и глобальной концепции которые они видят стратегически куда идет мир эта концепция единой судьбы человечества под руководством китая и вот они строят вот эту всю инфраструктуру так вот во второй части россия полностью упала всецело поддержала и обещала верно служить этой цели в том числе и в организации объединенных наций поддерживать соответствующее слушание там и так далее ну вот так то есть вассал он и поставки сырья хозяину он же и поддержку высказал значит в самых главных концептуальных вещах которые нужно китаю он обещал помочь насколько это от него зависит в реализации концепции единый путь единый пояс единый путь что он получил взамен мы писали даже некоторые западные средства массовой информации писали о том что значит китай поддержал требования россии к сша и к нато о нераспространении не расширение нато поддержал требования россии в отношении ее над справил ее требование по гарантии безопасности но я вам всегда говорил что китайцам нужно читать внимательно не мастера шлифовать фразы и правильно выбирать слова вы давайте разберем вот эти сейчас два тезиса которым говорили что якобы там китай всецело поддержал и так далее так вот по поводу российские гарантии безопасности которые они выкатили американцам что говорится в совместном заявлении китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутую российской федерации предложения по формированию долгосрочных юридических обязательных гарантий безопасности в европе то есть так вроде так на на первый слух поддержали да но российская концепция что что не выдвинули россии они требовали чтобы америка дала россии гарантии по безопасности а здесь говорится о юридических гарантии безопасности в европе не россии а вообще в европе а это то что говорят американцы вот своем ответе ну да есть возможно есть какие-нибудь там спорные вопросы которые требуют обсуждения давайте будем говорить мы может быть где-то пойдем нам на встречу если вы пойдете нам на встречу то есть с американской точки зрения это двусторонний процесс это не бабу не не вопрос о гарантии америки россии по обеспечению безопасности это вопрос вообще европейской безопасности и так это написано во взаимной декларации то есть китайцы поддержали не обязательной гарантии безопасности россии со стороны сша обязательной гарантии безопасности в европе а самый всеобъемлющий документ по этому поводу это хельсинское соглашение 75 года вот так вот то есть я бы напрасно радовался на месте российского мида какой-то там страшной победе по этому пункту перейдем ко второму пункту нерасширение нато написано нерасширение нато значит но там нет ни слова о украине ведь российская требование решения рата имела в виду нерасширение за счет украины непринятие украины то есть право это прямо прямо было написано в российских требованиях неприятие украины в нато более того откатывание нато к границам девяносто седьмого года по поводу откатывания нато девяносто седьмого года в этом нет ни слова и по поводу украины нет ни слова а дополнительно было указано что вообще вопрос о украине должен решаться дипломатическим путем ну собственно говоря и американцы говорят давайте сядем поговорим европейцы неплохо не против давайте сядем поговорим сколько надо 5 10 15 но россияне россия кремль вернее не имеет в этих переговорах никакого шанса потому что вот они выкатили по глупости вот эту концепцию о неделимости безопасности заметьте я говорю не принцип это лавров-то бы говорит что это принцип нет такого принципа это не придумали из пальца высосали это просто фраза одно предложение из декларации стамбульской но там не написано что принцип того но если даже принять что это принцип то россии придется как ужу извиваться на сковородке если сша и нато потребует от россии объяснение каким образом этот принцип совпадает с агрессией россии против украины согласно резолюции 33 14 74 года которая прямо описывает то что сделала россия путинская россия в крыму и в донбассе и как это сочетается с так называемым принципом неделевой безопасности я думаю что россия будет долго не один год это все объяснять и это все будет напрасно вот такая ситуация здесь якобы с достижениями дипломатическими с достижениями путина в пекине ну и вообще надо сказать что да нато упомянуто там по имени нато и вот говорят раньше не употребление упоминалось там какие-то там блоки темные силы сейчас упомянуто окей но здесь это было в контексте в особом контексте то есть россия высказала озабоченность блоком аукус австралия соединенные штаты австралия и великобритания это там где вот подводные лодки ядерные фигурирует то есть это очень беспокоит китай и россия поддержала в этой озабоченности китая ну и благодарность за то что россия поддержала позицию китая по аукусту китайцы назвали упоминал упомянули по имени нато так что здесь тоже нет никакого особого прорыва со стороны российской федерации военной области военной области было достигнуто ну практически ничего то есть и китайские эксперты и российские эксперты есть вот такие российские эксперты по китаю которые не дают себя использовать в пропагандистских передачах но вот они высказали мнение что и те и другие единодушно что о каком-то формальном сотрудничестве или тесном сотрудничестве между двумя странами военной области речь не идет идти не может где-то как-то пока они сближаются между собой доверие взаимопонимания но не более того то есть опять-таки большой дядя он пути не добился гарантии за то что вот он привез нефть газ и все остальное территории он не добился никаких обещаний со стороны товарища си что он будет случае чего помогать пу как-то так в силовом варианте в его противостоянии с нато ли сша если не дай бог что случится китайцы вот я еще обратил внимание если что-то было сказано конкретно где может быть сотрудничество это там где китайцы могут что-то взять от россии но например сотрудничество прямо названо сотрудничество космической области ну тут еще россия что-то может дать китаю сотрудничество там речь идет кстати о лунной станции затем система спутников мире метеорологических и наблюдения за ними земли путин хвастался я два раза об этом не слышал сам он рассказывал об этом что россия создает для китая систему раннего предупреждения обнаружение предупреждения символистических ракет вероятного противника он говорил что сейчас такие системы есть только у сша и у россии сейчас мы китае помогаем окей тут видимо россия может помочь китаю конкретно было упомянуто сотрудничество в области кибербезопасности китайские хакеры хорошие хакеры российские хакеры замечательные если они объединят усилия то они могут много натворить так далее то есть китай возьмет все что путин готов бросить он уже бросает к ногам скажите только что вам еще надо его все это получите путин все это бросает к ногам си цзиньпина а вот что может китай дать тут вопрос ну вот вот я не видел никаких обещаний о поддержке в случае если путин попадет в сложную ситуацию скажем дипломатические с нато и с соединенными штатами никаких обещаний никаких обещаний по поводу инвестиций инвестиции китае практически минимальные то есть китайцы вкладывают по всему миру они только не вкладывают в россию я вот слышал только в приморье там где-то в одном районе вкладывают они для строительства дорог и все и это все стратегический партнер у которого они денег куры не клюют это все что он вкладывает и очень подозреваю что они строят эти дороги для себя для дальнейшей колонизации этой территории вот и все что получил путин от товарища си в ходе этого визита да еще нужно нужно отметить продовольствие россия больших масштабах будет поставлять продовольствие с продовольствием у китая последний год по крайней мере последний год ситуация бывает напряженная поэтому кстати вот 25 5 января мы с вами обсуждали все проводил совещание с лидерами государств среди азии практически начав объявив фактически создание нового блока который кстати то не фигурировала вообще но сейчас подробнее об этом расскажу так вот значит среднеазиатские республики для них вообще беспошлиные поставки сельскохозяйственной продукции и не только сельскохозяйственная все что могут произвести будут поставлять китай но и россии дадут возможность поставлять сельскохозяйственную продукцию китай китайцы хотят есть россия должна помочь их накормить это нужно китаю значит по поводу вот или всех блоков заявление написано что теплые слова сказаны в адрес шосс шанхайская организация сотрудничества это куда входит россия китай потом среднеазиатские вот эти страны которых я только что вас вам упомянул еще упомянута евросийский экономический союз куда входит часть этих же самых стран в ней часть это казахстан и киргизстан но там и белоруссия и по моему даже куба в качестве наблюдателя было сказано то есть те организации были теплыми слов теплые слова сказанные со стороны китайцев в адрес этой организации этих организаций под сколько там присутствует россия но на самом деле дело обстоит иначе возьмем шосс шанхайская организация сотрудничества где есть россия как отмечали западные эксперты в частности американские и те которые проживают юго-восточной азии гонконге в сингапуре с тех пор когда я в эту организацию вошла индия это организация работа и и застопорилась потому что индия и китай это 2 в общем там ходим было сказано что мы будем развивать взаимодействие трех стран китай россия индия но индия с китаем отношения практически враждебные потому что китай претендует на ряд территорий индии и если индия вооружается она сильно и очень вооружается и тратит большие деньги это для потенциального противодействия китаю поэтому вот как туда вошла в индии так эта организация застопорилась и вместо вот этой организации значит вот 25 числа серия января си цзиньпин анонсировал новый блок который еще пока не получил даже название насколько я помню но россии там и нет и и и и и даже не 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 спросили мнение о создании этой организации то есть в этом заявлении сказано организациях где присутствует россия но которые дышат на ладан и которые далеко не играют не ведущую роль в экономических интересах китая а вот о той организации которые не создали китайцы 25 января они ни слова нету россии таким образом суммируя все сказанное что произошло путин привез царский подарок плату за крышу си цзиньпин си цзиньпин принял эту плату а это фактически кэш потому что ну вот реэкспорт просто там не надо ничего с этой нефтью делать просто надо ее по другой трубе пустить и положить 50 процентов себе в карман вот и все это наличные фактически платежи но пекин потребовал еще больше и путин сказал будет путин поддержал китай в его стратегических концепциях создания мира под эгидой китая он лег как царевой придаток под китай он лег стратегически он лег дипломатически что он получил взамен он не получил практически ничего кроме разговоров бла-бла-бла да о геостратегической ситуации в мире где в будут вместе вдвоем пу и си пусть и будут в центре этого мироздания но куда его денешь то понимаете ну вот положили на бумагу а что дальше как вы же не дольешь не съешь не у него не превратишь в деньги но еще в обещании вот я практически вижу что реально может получить путин и наверняка получит это дипломатическую поддержку которая выразится в том что китай в совете безопасности организации объемных наций будет поддерживать россию путинскую россию если там возникнут какие-то дебаты и так далее то есть они будут проталкивать свои резолюции пытаться протолкнуть будут ветировать резолюции предложены американцами натовцами но на западе американцы европейцы они уже давно это все поняли что вот это право вето она фактически делает в нынешних условиях она делает организации бедных наций практически не рабочий и поэтому начиная с 90-х годов если есть какое-то мероприятие серьезное которое надо провести которые раньше по идее то есть они всегда проводилась под эгидой он даже корейская война 50-го года начала 50-х годов она под игрую под эгидой совета безопасности он велась то есть американцы там были как посланцы организации объемных наций но сейчас это все невозможно поэтому вот американцы создают другие ситуативные союзы блоки с тем чтобы решать вопросы без совета безопасности ну и вот венцом так сказать вот этих переговоров я увидел по телевизору одинокого уставшего грустного никчемного человека который второй раз потерпел крупное поражение в пекине первый раз я вам рассказывал в последнем видео то поражение которое он потерпел 2014 году на этот раз было по моему даже более сокрушить это сокрушительное поражение потому что на этот раз тогда он захватил украину но он как-то так за зелеными человечками все это спрятался там не было его противостояния против соединенных штатов и нато сейчас он сам влез в полное противостояние против американцев против натовцев не согласовав этот вопрос предварительной в детали с китаем задним числом он попытался решить этот вопрос и не получилось вот так я вижу результаты этой поездки и какое-то такое сначала сумбурные краткие комментарии а потом вот сегодня посмотрел и вообще ничего практически нет российских средств массовой информации такие вот успехи значит что это означает для американцев и натовцев нынешнем праве встание путина с ними это означает что не надо им думать даже даже чтобы в голове у них не было каких-то мыслей до давать ему какую-то подачку который путин мог бы использовать для сравнения сохранения своего лица перед своим народом пусть этим занимается путинские средства массовой информации объясняет как путин опять всех переиграл то есть они могут это сделать независимостью того что происходит на самом деле дальше для путина патриотов страны если такие имеются в руководстве где-то там наверху ближайшем окружении надо понимать что путин используют то есть он распродает страну уже раздает территории для крыши лично себе и каждый его последующий день неделя месяц год на этой табуретки в кремле это очередная крышка гвоздь в гроба страны всей страны то есть за барабанным боем о вставании россии с колен и превращением возвращение в ряд мировых держав оказалось что она так низко пала перед китаем как как никогда в своей истории что касается украины то ситуация в общем то улучшается теперь понятно что со стороны китая не будет никакой помощи пекину наоборот пекин подтвердил что он стоит за дипломатические дипломатическое урегулирование никаких там формул штанмайров и так далее но здесь есть одно маленькое замечание которое хотел бы напоследок сделать ну я вам уже говорил о той тревоге которая у меня иногда вызывает заявление некоторых представителей администрации зеленского в отношении там усталости от запада и и так далее а тут вот прочитал я о том что министр иностранных дел кулеба выступая программе телеканала украина 24 высказал тоже в том смысле что вот раньше у запада возникала усталость от украины а сейчас вот украина возникает усталость от запада я был так неприятно удивлен тем что это заявление сделал именно кулеба потому что я его говорил я считаю в отличие от других представителей администрации профессионалам если об этом говорит представитель шоу-бизнеса из администрации это одно дело но когда это говорит дипломат глава дипломатического ведомства это это же это шокирует это никак не играет не помогает украине реализовать те возможности которые есть потому что ну заявление министра иностранных дел слышат заявление зеленского услышали и у меня такое впечатление что его не рассматривают в качестве игрока в эти геополитические игры на следующие но два года до отсидит а следующие четыре года его не видят в качестве игрока партнера в геополитике но хорошо бы чтобы значит не подорвать позиции украины вот на оставшиеся два года потому что если вот заявление такие со стороны украины представители администрации зеленского участятся усталости от западных партнер то западные партнеры могут просто махнуть рукой сказать ну и защищайте сами себя ребята развернуться и прекратить давать деньги поставлять вооружение если некоторые горячие головы на банковой думает что вот тех того оружие которое поставлено достаточно для того чтобы надежно защитить страну от возможной агрессии украины то они могут жестоко ошибаться то есть не надо кусать руку дающего это очень глупо это на руку только кремлю потому что он поставлен путин откатил он загнан в угол со стороны запада теперь получается китай не помог и вот эти заявления это единственное что теперь может его спасти не делайте глупости господа и на этом позвольте закончить эту передачу и желаю вам всего наилучшего здоровья счастья удачи и до новых встреч субтитры